Но при всем том, никто не будет отрицать, что Николай Цискоридзе балетный артист такого уровня, каких у нас в России, вообще-то говоря, немного. И, пожалуй, наверное, размер, посвященный танцовщику книги, выпущенной издательством Юргенсон, соразмерен масштабу таланта танцовщика. В этой книге помещены фотографии, фиксирующие выступления Цискоридзе в самых разных спектаклях, а также его краткие комментарии, освещающие различные этапы его пути в балете. 26 августа 1992 года меня зачислили в труппу Большого театра. Почти сразу мне дали и сольные партии. Сезон открылся 1 сентября, и вскоре я уже начал репетировать французскую куклу во втором действии Челкунчика – пастушка с барашком. А к намеченным на январь 1993 года гастролям в Лондоне я готовил еще принца Фортюне в «Спящей красавице», Меркуцио в «Ромео и Джульетте» и конферансье в «Золотом веке». Тогда же со мной впервые попробовали принца в Челкунчике. Но я был слишком чупленьким и худеньким. Станцевать вариацию мог, однако для целого акта сил явно не хватало. Пришлось подождать, пока я немного возмужаю и окрепну. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ